Ну что, друзья, продолжаем перебор монет. Сейчас переберем тысяча монет номиналом 2 рубля. Кстати, самый редко встречающийся номинал. Как всегда в конце видео, статистика в таблице. Оба-на! Итак, друзья, ну что, мы начинаем с 1997 года Санкт-Петербургский монетный двор. Значит, мне здесь попалось из 1035 монет. Значит, эти монеты поступили в обращение в январе 1998 года в связи с денежной реформой. Технические характеристики. Это медно-никелевый сплав. Масса 5,1 грамма. Диаметр 23 мм. И толщина 1,8 мм. Эти же монеты пошли в годовые наборы. У них есть две разновидности. Это штемпель 1,1 и штемпель 1,42. Значит, по аверсу, по вот этому, у них один штемпель. А вот по реверсу у них две разновидности. Самое такое самое-самое отличие – это детали цветочного орнамента либо приближены к канту, либо немножко отдалены от канта. Вот, в принципе, и вся разновидность. Единственное, что скажу, чаще всего встречается разновидность 1,1. А вот 1,42 немножко пореже. Может быть, это будет относительно нечастое. Но у меня каждая тема не совсем изучена до конца на сегодняшний день. Значит, все монеты у нас в состоянии не очень. Как мы видим, в состоянии забращения. В интернете можно купить в ANSES за 380 рублей, как я видел. Дальше. Вот я хочу показать разновидности. Так, значит, так, чтобы вам нагляднее было, аверс у них один и тот же. А вот реверс, сейчас покажу разницу. Где здесь более особо видно. В общем, видно, да, на первой монете лепесток, или бутон, ну, это лепесток, он приближен к канту. И даже внизу видно по этому треугольничку. И на второй монете, который подальше, лепесток чуть-чуть отдален от канта. Это еле-еле видно. И вон по нижнему орнаменту тоже видно чуть-чуть больше, ну, я называю так, треугольничек этот. Он чуть-чуть побольше, это расстояние. Вот, в принципе, и вся разница. Ну, значит, какой из них реже встречается? Тот, который приближен к канту. Вот реально, тот, который отдален. Вот первая немножко реже встречается. Но тоже много, то есть я встречал. Всё, давайте посмотрим быстренько гурт и перейдём к московскому монетному двору. Я думаю, браки-повороты мы смотреть не будем, потому что их уже выловили. Так, ну вот. Я думаю, вам достаточно. Вот они, гурты. Вот так получше будет. Вот-вот. Вот они, гурты. 97-й год. Санкт-Петербургский монетный двор. Правильно называется. Преривисто-рубчатый. То есть это одинаковые 12 участков. Всё, переходим дальше. Итак, продолжаем наше изыскание. 97-й год. Московский монетный двор. Эти монеты поступили в обращение в январе 98-го года в связи с Ельцинской денежной реформой. У этих монет очень-очень много разновидностей. Ну вот просто, значит, по аверсу, вот этому, по аверсу здесь 3 разновидности, как минимум. Ну не минимум, а 3. По реверсу тоже 3 разновидности. Но штемпельных пар у нас 8 всего. То есть поэтому у нас и разновидностей всего 8. Эта тема, насколько я немножко разобрался, она не до конца изучена. Я читал, 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 читал. Ну как бы я и раньше знал, но всё равно я читал, читал. Я понял, что я не понял, но очень было интересно. Известно об одной редкой разновидности. Я вам сейчас покажу, как её быстро найти. Как искать редкую разновидность? Значит, всего разновидностей 8, ещё раз говорю. Давайте я выведу всё на экран. Всю маркировку. Редкая из них – это штемпель 1.3А2. Как её искать? Давайте сразу с этого и начнём. Нам нужен, во-первых, найти на аверсе широкий кант. Видите, да? Первый кант широкий, второй кант узкий. То есть, мы начинаем отсюда отталкиваться. Дальше мы должны увидеть, что вот эти девятки, нижний хвостик у них должен быть удлинённый. Не укороченный, а удлинённый. Это очень важно. Дальше мы нашли широкий кант и хвостики обеих девяток длинный. Не укорочен. То есть, теперь мы должны перевернуть монету. Это у нас будет реверс. Значит, что здесь важно? Кант реверса должен быть узким. У нас, к сожалению, широким. То есть, это нередко. Здесь, кроме этого, ещё детали орнамента должны быть отдалены от канта, поскольку кант узкий. У нас приближен, потому что кант широкий. Всё. Но это 1,41, по-моему. В общем, это нередко, к сожалению. Редко я не нашёл. Очень много попадается монет с узким кантом. Вот узкий кант. В основном узкий кант, узкий кант, узкий кант. Вот он, узкий кант на аверсе. То есть, с узким кантом намного больше попадается. А вот с широким кантом намного меньше. Я предлагаю перейти к гуртам. 97-й год. Московский монетный двор. Преливиста рубчатый. Выполнен хорошо, нормально, качественно. Четвёртый и пятый чуть-чуть отличаются. Может быть, износился гуртельный аппарат, но в принципе, возможно, есть какие-то небольшие отличия. Но я не собираю по разновидностям гурта. Так, мы переходим дальше. К 98-му году. 2 рубля. Санкт-Петербургский монетный двор. Итак, мне из тысячи штук удалось выловить всего 40 монет. Учитывая, что 22 года прошло, это нормально. Выполнены из медно-никелевого сплава. То есть, это так пишут. На самом деле, это медь, покрытая мельхиором. До наших дней сохранилась в неплохом сохране. Это где-то Very Fine Plus. Преворачиваем. Более-менее сохранен. Но тоже плохо. Видать, она и лежала долго, и в обороте была одновременно долго. Что у нас по разновидностям по этой монеты? А, кстати, ребята, если кто-то нашел монету другого года, пожалуйста, в описании есть кликабельное содержание. Либо, если вы смотрите с телефона, вы можете в комментарии зайти, и увидите верхнюю ссылку в комментарии закрепленную. Это и есть содержание кликабельное тоже. Поэтому ищите без проблем то, что вас интересует. Я продолжаю. Вот так, 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 так. Не могу настроить фокус. Значит, здесь... Да, кстати, в этом году произошел дефолт. Монеты все равно продолжили исчеканиться. В этом году и следующая. Известно две разновидности. Значит, адрес у нас один. То есть, одна разновидность. Но получилось две штемпельные пары. Две разновидности. Значит, основное отличие, это... Оно незначительное. Оно видно только при вот таком вот увеличении. Это когда весь орнамент, да, цветочный орнамент, он либо приближен к канту, либо отдален от канта. Все. Это все основное его отличие. О, неужели так легко нашел? Вот, смотрим намного поближе. Да, все-таки видно разница. Но она очень незначительная. Разница реально очень незначительная. Посташкина это штемпель 1.1 и 1.42. Если я легко нашел, в принципе, я могу подтвердить, что и та, и та монета рядовая. То есть, встречается часто. Значит, в идеальном состоянии вы не найдете, потому что ценится только в идеальном состоянии, в мешковом. Если вы хотите себе иметь монету в мешковом состоянии, добро пожаловать на нумизматические какие-нибудь сайты. Ее можно купить реально за 300 рублей. Да, это дорого, но зато она будет в идеальном состоянии. Они столько и стоят. Все-таки прошло 22 года, как никак. Значит, барак поворот искать я не буду, потому что их все повылавливали. Я предлагаю сейчас просто гурты посмотреть. Это гурты у нас 98-го года. Санкт-Петербургского монетного двора. Вопросов не возникнет. Это у нас номинал 2 рубля. Так, у нас по плану 2 рубля 98-го года московский монетный двор. Вы не удивляйтесь, но здесь еще меньше. Здесь я насчитал 29 монет всего. И все они в плохом состоянии. Может, вот эту сейчас совсем почернело от этой жизни российской. Вот более-менее 98-й год. Такие мало попадаются. Вот они в хорошем состоянии. Их мало. Чуть-чуть такой штемпельный блеск слегка. С остатками штемпельного блеска. Но все равно у нас оборота. Такого качества монеты стоит откладывать. Конечно, одну не купят. Но если у вас будет несколько, допустим, 2 рубля Санкт-Петербург, Москва, там 99-го года, там 2010-го Питер и так далее, в хорошем состоянии, то купят все разные. Технические характеристики у этой монеты те же, что и предыдущих годов. Это у нас медно-никелевый сплав. Точнее, это медь, покрытая мельхиором. По поводу разновидностей редких, конечно, нет. Год немножко скучный. Разновидностей штемпеля всего 2. По аверсу штемпель 1 всего. То есть, разновидностей нет. А вот по реверсу их 2. Это штемпель у нас 1.3 по Сташкину и 1.41. Разница между ними следующая. У штемпеля 1.3 вот этот цветочный орнамент, он отдален от канта. У штемпеля 1.4 приближен к канту. Какая у них встречаемость, я точно не знаю. Сейчас я не знаю, какая это у нас. Надо смотреть разницу самому. О, вот же сразу попались. Так плохо видно, а вот при увеличении видно. Вот, можно обратить внимание на треугольник. Та, что поближе. Треугольничек здесь просвет большой. Отдален от канта. А лепесточек, который внизу, он приближен к канту. Встречаемость у них обычная, если я легко нашел. Так, брак, поворот, искать, не искать. Ну, можно, конечно, попытаться. Ладно, искать не буду. Сразу сейчас перехожу к гуртам. И все. Где-то лучше гурт виден. Прочеканен, прорезан. Где-то хуже. Ну, во всяком случае, он называется прерывисто-рубчатый. 2 рубля 1999 года. Санкт-Петербургский монетный двор. Я нашел, как вы видите, ни одной. Это немножко удивительно, потому что в позапрошлом году, когда я перебирал тоже мешок монет, я нашел аж две монеты. В данном случае я не нашел ни одной. Ну, наверное, это уже нормально. Норма. Значит, у монеты есть две разновидности. Одна из них редкая, другая обычная. Значит, мы маркировку штемпелей ведем согласно каталогу Сташкина. Значит, аверс у этой монеты один. Разновидности реверсов у нас два. Штемпели реверсов к нам перешли с предыдущих годов. Основные отличия это детали цветочного орнамента приближены к канту, либо отдалены от канта. Так вот, штемпель 1.1 – это тот самый редкий, где детали отдалены от канта. Вот и вся, в принципе, разновидность. Значит, по каталогу Конрос монета стоит сейчас 300 рублей в состоянии Very Fine. В принципе, так и есть. Это справедливая цена. И встречается она чаще, чем 2 рубля 1999 года московского монетного утра. Итак, постепенно переходим к следующему году. Итак, я нашел, как вы видите, одну монету из тысячи. Да я даже удивился. Значит, 2 рубля 1999 года московского монетного двора. Значит, у нее технические характеристики без изменений. Я могу, в принципе, повторяться. В принципе, нет. По поводу разновидности. Разновидности у этой монеты нет. Только одна. Это штемпель 1.41. Встречаемость у этой монеты 1 на 3 тысячи штук. Ну, в принципе, ну, теперь давайте гурт посмотрим одной единственной монеты. Гурт прерывисто-рубчатый, как у предыдущих годов. Гуртильный аппарат не меняли. Это видно. Значит, 12 участков делится с гладкими и рифлеными. Все, переходим к следующему году. Друзья, перед тем, как мы перейдем к следующему году, подпишитесь на канал, потому что выйдет еще не одно видео такого характера, такого плана. Далее у нас следующий год календарный 2000. В этом году регулярного чекана не было, но я хочу сказать, что по случаю 55-летнего юбилея годовщины победы Великой Отечественной войне, Банк России заказал выпуск серии двухрублевых монет городам-героям. В обороте эти монеты почти не встречаются. Последний раз я видел в 2015-16 годах. Однако есть информация, что существует экспериментальный вариант монеты улучшенного качества 2 рублей 2000 года Санкт-Петербургского монетного двора. Итак, мы переходим дальше. Следующий год у нас 2001. 2001. Итак, в 2001 году регулярного чекана по сути не было, но в сети интернет гуляет вот только одна фотография данной монеты 2 рубля 2001 года. И то она у меня вызывает очень-очень много вопросов. Итак, какие у меня вопросы? Первое. На этой фотографии Аверса не виден гурт. То есть я могу лишь высказать предположение, что гурт был гладким, потому что это скрывается. Так как обычно пробные монеты, которые запрещенные к чекану, на них гурчение не проходит. Второй вопрос. Нету фотографии реверса? То, что в интернете там всякие фотошопы, то есть это не в счет. Это нужно самостоятельно анализировать и видеть, что реверса нет. Мы видим, что монета чеканина якобы на московском монетном дворе. Значит, следующий вопрос у меня. На реверсе был ли это штемпель 2 рублей? Может быть это диаметр монеты? Может быть это кружок от 10 рублей? То есть диаметр монеты тоже он неизвестен, никто бы не измерял. Эта информация не соответствует, скорее всего, действительности. Вот на все эти вопросы ответа я не имею. Поэтому я могу предположить, что монета была изготовлена незаконным путем. Это какой-то суррогат. Для меня это вообще монета-призрак. Хотя в каталоге Канрос она указана как редкая, с буквой R, с пометкой. Ребята, кто знает больше об этой монете, можете в комментариях дополнить информацию. Вот и все. Так, что было еще в 2001 году? В 2001 году монетные дворы выпустили юбилейные 2 рубля с Юрием Гагариным, среди которых есть 2 разновидности, а одна из них очень редкая. Памятные монеты это не наша тема, поэтому мы переходим к следующему году. 2002 год. В этом году монетные дворы Санкт-Петербурга и Москвы выпустили только наборные монеты крупных номиналов. В этом году произошло существенное изменение дизайна Аверса. Надпись 2 рубля теперь расположена в верхней части монеты. И она круговая. А надпись Банк России теперь расположена в нижней части монеты. Это касается монет обоих монетных дворов. Эти наборы вы выпустили тиражом в 15 тысяч экземпляров. Поэтому разновидностей у них нет и также браков у них нет. Некоторые нумизматы, чтобы заработать, иногда из набора достают монеты и заказывают слабирование. Потому что в слабе они немножко больше стоят. Поэтому 2 рубля этого года можно встретить не только в наборах, но и в заслабировании, а также просто в холдере или в капсуле. И на сегодня 2 рубля наборные стоят 8 тысяч рублей. В принципе, это цена справедливая. Давайте дальше. Переходим к 2003 году. Санкт-Петербургский монетный двор. Итак, в этом году Центробанком был заказан выпуск сувенирных годовых наборов. Монетный двор Санкт-Петербурга даже изготовил буклеты. Соответственно, начеканил монеты. Но по каким-то своим внутренним причинам банк затребовал эти монеты для обращения. И эти монеты тиражом в 15 тысяч попали в обращение. На сегодня такую монету очень сложно найти в обороте. Просто крайне сложно. У этой монеты есть одна разновидность. Цена на эту монету достаточно стабильная уже давно. И сейчас в хорошем состоянии. XF Plus. Можно купить эту монету за 10 тысяч рублей. Однако, также известна монета в качестве Proof-Like. Которая появилась, скорее всего, позже 2003 года. Потому что я не помню ее. По всей видимости, монеты экспериментальные. И, скорее всего, город у нее гладкий. Итак, далее 2003 год. Московский монетный двор. Здесь все покрыто мраком. Информации очень мало. Известно, что тираж официально не был утвержден. То есть, его не было. Но монеты... Но партия монет была изготовлена все-таки. Она была уничтожена. Скорее всего, ее готовили для наборных монет 2003 года. Доказательством этого служит вот эта гашеная монета. Она сохранилась каким-то чудом до наших дней. Также известно об одной, возможно, экспериментальной пробной монете улучшенного качества. Но, если мы заглянем сейчас в каталог Канрос, здесь вообще про монеты московского монетного двора ничего не указано. Только Питер. То есть, официально тиража не было, но какие-то были попытки пробных экземпляров сделать. И они были сделаны. Поэтому переходим дальше. Так, и мы продолжаем с 2006 года. Санкт-Петербург. Одна монета. Одна монета всего, друзья. Да, в этом году продолжается чекан регулярный. Последний рон был в 1999 году. Что тут у нас? Вот, даже посмотрю поближе. Вот, более-менее видно. Так, я думаю, технические характеристики можно быстро повторить. Они не менялись, несмотря на то, что поменялся немножко дизайн. Так, как я говорил, 2 рубля надпись была внизу, а банкреси был вверху. Сейчас поменялось все. Что по поводу разновидности? Значит, аверс. Вот он, он один. А вот реверсов 4. Реверсов у нас 4 штемпеля. Один из них редкий. Давайте рассуждать. Если попалась одна монета, одна, а всего 4 разновидности, то кроме одной редкой, я думаю, будет здесь есть нечастые разновидности, либо относительно нечастые. Как их различать? Во-первых, сейчас я выведу на экран все 4 штемпеля. Штемпели это по каталогу Сташкина. Здесь редкий всего один. Это штемпель 2. Значит, давайте быстренько разберем штемпель. Значит, штемпель 3 самый простой. Его легче всего отсеять, если он вам попадется. Он мне уже попадался в прошлые годы. Значит, это здесь основное видимое отличие, это когда тоненькая двойка. Вот эта ножка, она тоненькая. Это на реверсе сразу видно, ее сразу откладываете, их много. А теперь, чтобы проще было объяснить, начиная со штемпеля 1.1. Здесь изображение двойка крупное, изображение приближено к канту. Следующий штемпель 1.42. Здесь изображение тоже крупное, но оно еще больше приближено к канту. То есть, все детали рисунка. И то, что нас интересует, редкая монета, которая мне, в принципе, не попалась. Здесь двойка крупная, и она более плоская. То есть, сама цифра не окантована. И изображение, детали орнамента, еще ближе к канту. То есть, попадается редко, потому что это штемпель реверса еще 2003 года. Был выпущен небольшой тираж. Значит, друзья, у меня в руках штемпель 1.42. Это он часто встречается. Так. Барака нету. Давайте гурт посмотрим и перейдем к следующему году. Вот у нас так выглядит гурт. 2006 года, Санкт-Петербург. Называется «Приристорубчатый». Мы постепенно переходим к московскому двору. 2006 год. Москва. Да. 6 монет. Все. Больше нет. Ну, что здесь меня удивляет, смущает? Да по сути ничего. Они все одинаковые. У них московского монетного двора 1 штемпель. Тираж у них был ниже среднего, как я вижу. В хорошем качестве не вижу я. Вот так выглядит у нас Avers, 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 Avers. Технические характеристики быстро покажу вам сейчас. Штембель 1.41 это называется. Все. Что тут можно добавить? В ANC не попадается. Это Very Fine Minus. Вот это сохран можно назвать максимум. Very Fine. В принципе, можно покупать эти мои монеты в интернете в ANC. Уже как раз прошло много времени. Не знаю. Сейчас посмотрим браки-повороты. Не, повалавливали. Шесть штук нет смысла. Так, мне этот смущает гурт. Вот так раз. Не, они смущают нормальный гурт. Вот так я их по порядку. 2 рубля московский монет. 2006 год. Вот так. Курт выглядит. Преревисторубчатый, друзья. Да. Ничего тут особенного. Ничего. И мы продолжаем. 2007 год. Санкт-Петербургский монетный двор. Санкт-Петербургский монетный двор. В этом году мне удалось выловить 34 монеты. Я еще вот здесь отложил разновидности. Я еще вот здесь отложил разновидности. Кое-какие разновидности есть. разновидности. Значит, известно на сегодня 4 разновидности. 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 Итак, разновидности Аверса у нас отсутствует. Вот только одна разновидность. Это вот этот штемпель. А, все, других нет. Это, видите, мне попалось просто хорошее в обороте. Даже давайте быстренько реверс посмотрим. Технические характеристики вы видите на своих экранах. Очень быстро давайте. Итак, известно 4 разновидности реверса, но я выловил только здесь 2 разновидности. Значит, я выведу сейчас на экраны эти разновидности. Нечасто считается штемпель 3. Ее очень легко выловить на реверсе. Цифра номинала 2, она тоненькая сама по себе. Мне удалось выловить штемпель 1.42. Мне их попалось 5 штук. Да, слева 1.42, справа 4.21 штемпель. Они оба регулярного чекана. Мне, я всего выловил 5 штук штемпель 1.42. Штемпель. Значит, штемпель 1.1 мне не попался. Также он и на монетах 2006 года он мне не попался. Это штемпель реверса. Не знаю почему. Наверное, она нечастая будет. И больше всего было чеканено. Вот штемпель 4.21. Их больше всего 29 монет. Оказалось, из всех 34. Я предлагаю посмотреть отдельно. 2 рубля 2007 год. Санкт-Петербург. Убросов не возникнет. Не возникнет. А вот такую можно отложить. Вот такая монета хорошая. Можно отложить. Она одна попалась. Почти мешковая. About Uncirculated я бы так назвал. Кручения-то не одинаково прошли. Курт одинаковый. Прережь-то рубчатый везде. Так, я считаю, можно перейти дальше. Продолжаем 2007 год. Московский монетный двор. Вот так это выглядит. Вот так. Я нашел все разновидности. Редких здесь нет вообще. Но я нашел все обычные разновидности регулярно. Хотя бы по одной, хотя бы по пять, по несколько штучек. Но я нашел. Итого на тысячу монет, включая вот эти разновидности, я вам покажу их сейчас. Мне посчастливилось здесь выловить 63 монеты. 63. В принципе, это много. Это считается много монет, даже учитывая тот бюджет тех лет. Нам известно. Так, три разновидности. Реверса. Нам известно. И нам известно четыре разновидности. Аверс. Но в сумме, в сумме они дают семь разновидностей. Семь. Ни одной из них нету редкой, ни одной из них нету нечастой. Вот все найдены мною три разновидности реверса. Первый это 1.1. Второй это 4.11. И третий 4.12 штемпель. Значит, ситуация следующая. Я сейчас выведу на экран все семь разновидностей, все штемпели. Все встречаются регулярно. Это по старой информации. Значит, информация моя только что перебранных монет. Это сейчас вы видите цифры на своих экранах. Сколько я выловил разновидностей каждой. Меньше всего вы видите, да, это 1.41 Г. Со штемпелем Г. Пришлось немножко помучаться, повылавливать вот эти вот. При увеличении повысматривать вот эти вот монограммы М. Как они? Хвостик завернут, либо хвостик ровный. В общем, выводы делайте сами. В принципе, я нашел все разновидности. Мне они, по сути, не нужны. Я их брошу в оборот. Давайте сравним сейчас гурты. Да, я думаю, гурт будет без особых изменений. Но будут какие-то небольшие разновидности. Как всегда, прерывистый рубчатый гурт. 2 рубля до 2007 года. Санкт-Петербургский монетный двор. Повторюсь. Друзья, мы продолжаем. 2008 год. Санкт-Петербургский монетный двор. Не так много. Как видите, тираж был, в принципе, считается маленький. Я из тысячи монет выловил всего 14 штук. Что было в 2008 году? В первой половине года были президентские выборы в России. Дмитрий Медведев стал президентом. И во второй половине этого года произошел финансовый кризис мировой. Он повлиял на дальнейшую нумизматику в нашей стране. Браков искать я не буду. Здесь все стандартное. Технические характеристики те же. Да, вот. Санкт-Петербургский монетный двор. Разновидность у них одна. Значит, разновидности у этого года нет. Только одна. Штемпель 4.21. И все. Есть смысл искать в мешковом состоянии и откладывать. Все. Это, в принципе, год скучный. 2008 год. Санкт-Петербург. Вот это круто. Все вопросы есть? Все, вопросов, надеюсь, нет. Переходим дальше. Итак, мы продолжаем следующий год. Московский монетный двор. 2008 год. Вот они, вот они, вот они. Тираж, в принципе, большой. Я считаю, немножко большой. Здесь я выловил 52 монеты. 52 монеты. Есть хорошего качества, есть плохого качества. Значит, редких разновидностей нету в этом году. Разновидность Аверса одна. Вот это она и есть. Штемпель Аверса. А разновидностей Реверса их два. Вот у нас Реверс. Я сразу могу заранее сказать, что это штемпель 4.12 обычный. Значит, сколько всего мне попалось разновидностей у нас 1.41 и 4.12. Из 52 монет мне попалось всего 2 монеты штемпеля 1.41. Вот они отложены. Вот это Реверс штемпеля 1.41. Вот их 2 монеты. Здесь двойка массивная. Сейчас для сравнения вам покажу разницу, чтобы было видно. Слева штемпель 1.41, справа штемпель 4.12. Обе регулярно в чеканах встречаются часто. Видно, двойка массивная. Прям видно. Всё. Сейчас посмотрим, быстрые гурты соберём. Вот, не особо интересно. Так, только в мешковом состоянии можно откладывать. Гурт 2008 года. Московский монетный двор. Всё. Да. Вот он, Московский монетный двор. Итак, продолжаем. 2009 год. Санкт-Петербург. Внимание, магнитная. Вот. Монета магнитная. Я выловил всего лишь 9 монет. Это я тоже отложу. Потому что я искал их по разновидностям. Можно даже обратить внимание, что они хорошего качества. Давайте проверим. Предлагаю на магнит проверить. Чтоб не возникало вопросов, можно проверить всё на магнит. Оп. Раз. Ещё раз, если хотите. Оп. Давайте вкратце. Мне попалось из 1000 монет 9 штук всего. Значит, в этом году, в 2009, поменялся металл. Поменялся металл? Значит, технические характеристики. То есть, техническое описание у нас следующее. У нас, поскольку изменился металл, теперь это не медь, покрытая мельхиором, а сталь покрытия никелем. То есть, это никелевое гальванопокрытие. В этом году Санкт-Петербург нас радует многими разновидностями. Разновидностями всего 10 разновидностей. Разновидностей аверсов у нас 5. Это у нас аверс. А разновидностей реверсов у нас 4. Всего известно 10 разновидностей. Я предлагаю сейчас вывести все на экран. Красным выделено, это значит, редкие. Зеленые выделены нечасто. И серые это обычный регулярного чекана. Значит, что мне попалось. Вот это все. Все вот эти 8 монет. Это можно любую взять, не стесняясь. Качество хорошее Санкт-Петербургского двора. Вот это разновидность аверса А. Правильно? Так-так. Даже расположение знака монетного двора. СПМД видно, как оно расположено. Тип А. И разновидности реверса А4-21. Как мы видим, это хорошее качество. В принципе, я рекомендую откладывать все. Дальше. И мне попалась всего одна редкая, реально редкая монета. Это штемпель у меня 4-24 Г. Он грязный, конечно, где-то лежал. Это у меня реверс 4-24. И Г. Тип Г. Аверса означает, что вот этот вот Санкт-Петербургский монетный двор. Товарный знак, он как бы специфически имеет расположение под лапой орла. Вот такой разброс. 9 обычных и 1 редкая. Это реально я нашел. Так. Теперь брак поворота смотреть не буду. У них низкие тиражи. Сразу мы переходим к гурту. Гурты у нас вот такие. 2009 год. Санкт-Петербург. Магнитное. Внимание. Это гурты у нас. Все. Увидели, что это магнитное. Все, друзья. Пишите письма в следующий. Следующий на очереди в 2009 год. Санкт-Петербург. Немагнитное. Это штемпель у нас старый. Мне попало 7 монет всего из 1000. Все. 7 монет. Проверяем на немагнитность. Не магнитится. Санкт-Петербург немагнитно. Можно все проверить. Одна попалась хорошего качества. Вот с нее, в принципе, можно начать. Значит, что я могу сказать. 7 монет это мало. Тираж низкий. Значит, здесь технические характеристики повторяются. Медь покрытая мельхиором. Смотрим. Реверс. Да, друзья. Всего, всего известно. 5 разновидностей. Но две из них нечастые. Эти разновидности. Мне лишь попало всего 2 разновидности обычные. Обычного регулярного чекана. Мне лишь попалось 2 обычные разновидности. Это штемпель 421А. 6 штук. И штемпель 423Б. Одна штука. Вы приблизите его в таком соотношении. Они считаются регулярного чекана. Нечастые мне не попались. То есть, это не удивительно. Но монеты откладывать стоит. Все-таки это год с невысоким тиражом. Нечастый год считается. Особенно для немагнитной монеты. Давайте сейчас посмотрим гурты. Тут особо рассматривать нечего. Браков поворотов тоже особо нет. Вот, выровнили. Гурт. 2009 год. Санкт-Петербург. Монета немагнитная. Да, то есть, это медь, покрытая мельхиором. Все, вопросов, я думаю, не будет. Мы продолжаем. 2009 год. Московский монетный двор. Монета магнитная. То есть, сталь, покрытая никелем. Это уже новый тип монеты. Этот год был переходный. 2009-й достаточно тяжелый. После кризисный. Берем по одной. Опа, магнит. Все магнитится. Любая магнитится. Московский монетный двор. Подталил нам очень много разновидностей. Значит, у разновидности реверса. Вот это реверс. Три разновидности. У аверса тоже три. Всего восемь штемпельных пар было известно. То есть, это восемь разновидностей, я имею в виду. Мне редких не попалось. Нечастых тоже не попалось. Сейчас я выведу на экраны всю маркировку разновидностей. Значит, сколько и чего мне попалось. Штемпель 4,3А. Одна штука. 4,3Б. 6. Монет. 4,12А. Две монеты. 4,12Б. 5 монет. Все. Остальных не попалось. Абсолютно никаких. Вот такая вот статистика. Очень странная. Хотя год, может быть, не очень веселый такой. Скучный. 2009 год. Московский монетный двор. Монета магнитная. Вот гурты. Итак, продолжаем. Московский монетный двор. 2009 год. Немагнитная монета. Всего мне удалось выловить 43 экземпляра. Что я могу сказать по этой монете? Вообще, в 2008 году уже себестоимость чеканки достаточно выросла высоко. И к тому же в 2008 году произошел финансовый кризис мировой. Поскольку эта медь, покрытая мельхиором, стали делать уже с 2009 года, чеканит монеты на остальной основе и покрывать их никелем. Монеты все немагнитные. Ничего, абсолютно ничего не притягивается. Любую возьму, ни одна не притянется. Разновидности реверсов у нас 2. Разновидности аверсов у нас также 2. Ну и само собой, можно сказать даже по логике, хотя не всегда. Значит, всего известно 4 разновидности. Из них 2 нечастые и 2 обычные. Нечастых мне вообще не попалось. Мне попалось только обычные. Сейчас я выведу на экраны маркировку всех 4 разновидностей. Значит, штемпель 412А21 монета. 412Б0, ни одной, это нечастая. Дальше 4.3, одна нечастая нашлась. Я ее опустил в оборот. И штемпель 4.3Б, 22 монеты. Ну, год себе такой очень мутный, очень такое большое разнообразие, разновидностей имеет. Давайте посмотрим гурт. Монеты из обращения, потому что поэтому гурты плохие, потертые. Так, это Московский монетный двор, магнета не магнитная. Следующий у нас на очереди 2010 год, Санкт-Петербург. Как вы видите, этот стаканчик пустой, друзья. Да, в этом году я не выловил ни одной монеты. Хотя 2 года назад я выловил аж 3 монеты. Но не стоит сильно унывать, она не сильно подорожает в ближайшее время. Там разновидности аверсов всего лишь 1, а реверсов у нас 2 разновидности. Это 4.22 и 4.23. В принципе, все. Там незначительные различия. Еще кое-что скажу. В каталоге Conros эта монета стоит, посмотрим, 120 рублей. Да, приблизительно так и есть. Гурты там такие же, как и в прошлом году, и в следующем году будет. Поэтому продолжаю дальше. 2010 год, Московский монетный двор. Монета, естественно, магнитная. И только такая была в этом году. Мне попалось, я насчитал, выловил 11 монет из 1000. 11. Вот они все. Давайте для обзора выберем самую такую нормальную. В этом году продолжили чеканить монеты на стальном основе, покрытую никелем. Монета стала весить чуть-чуть меньше, на 0,1 грамма. А весила 5,1 грамм. То есть, это медная, покрытая мельхиором. Сколько у нас разновидностей? Разновидностей у нас 5. Мне удалось выловить половину типа А и половину типа Б. То есть, это половина из этого штемпель А и вторая половина штемпель Б. Остальные я не выловил. Да, обратите внимание, что гурты все-таки разные чуть-чуть. Где-то изношенные, где-то плохо прорезанные. Порезанные это 2 рубля 2010 год, московский монетный двор. Московский монетный двор, да. 2011 год, московский монетный двор. И только. Эта монета чеканилась только на московском монетном дворе. И все, Санкт-Петербург не чеканил. Мне здесь попалось, я выловил 19 монет из 1019. Значит, материал тот же, что и в прошлом году. Это сталь, покрытая никелем. Разновидностей у этой монеты нет в этом году. Реверс тоже один. Всего была изготовлена одна штемпельная пара. И изготовлен небольшой тираж монет. В принципе, это скучный год. Я даже не буду искать браки-повороты. Значит, это все штемпель 4-3. И эти же монеты, по-моему, шли в наборы 2011 года. Больше я ничего не могу сказать. Если монета данная попадется вам в руки, бросайте обратно в оборот. Она интересного нумизматов не представляет. Тоже вот. Да, есть гурты плохого качества в 2011 году. По поводу 2 рублей Санкт-Петербургского монетного двора. Был изготовлен один экземпляр улучшенного качества. Это какой-то пробный образец. Естественно, он в оборот не попадал. Даже в каталоге Конрос его нет. Даже строки на нее. Поэтому ее я даже рассматривать не буду. Ну что, готовы. 2012 год. Московский монетный двор. И только... Только Московский двор чеканил эти монеты. Мне удалось выловить из 1000 монет всего 31. В принципе, это считается небольшой тираж. Ну давайте так, качество посмотрим. Есть хорошее качество, есть среднее, есть вообще... Качество более-менее. Это у нас... Все у нас один штемпель. Штемпель 4.3 повторяется с прошлых годов. Из позапрошлых также. И в следующем году будет чеканиться одна штемпельная пара. Техническая характеристика та же. Описание тоже. Так, вот плохого качества. Даже посмотрим. Не хватило немножко материала, чтобы отчеканить Кант. В этом году также отчеканились серия монет, посвященных 200-летию победы войны над Наполеоном. 1812 года. Значит, у этих монет тираж по 5 миллионов. В принципе, туда ушло много материала. Ладно, но это памятные монеты. Переходим к регулярному чекану. Браков было немного, но браки были. Вот гурты 2012 года. Москва. И плохого качества, и хорошего. Так, по поводу двух рублей Санкт-Петербургского монетного двора. В 2012 году изготовили какой-то пробный образец. Я даже не знаю, какой там гурт, скорее всего, гладкий. Наверное, испытывали штемпельную пару, поэтому изготавливали пробный чекан. Вот одна сохранилась. Так, следующий год у нас 2013. Санкт-Петербургский монетный двор. Аверс – это нечастый год монета интересная. Почему я положил в такую бумажку? Потому что здесь есть разная видность. Так, расписано у меня. Сейчас я скажу. В этом году найдено аж три монеты. Вот, друзья. Это, в принципе, очень хорошо. Он немножко чаще, чем 2010 года монета. Два рубля встречается. Именно Санкт-Петербургского двора. Аверс у нас один. Мне всегда нравилось качество Санкт-Петербургского монетного двора. Она очень четкая. Чуть-чуть лучше, чем Московского монетного двора. Да, монета считается нечастой. Точнее, нет, неправильно я сказал. Монета считается относительно нечастой. Значит, аверс с одином треверс со три разновидности. Мне попалось три разновидности реверса. Значит, я выложу на экраны сейчас все разновидности. Их три. Самое редкое из них – это 4,21. Мне не попалось. Я не нашел разновидности. Вот, 4,22 я нашел одну. То есть, она точно нечастая. И 4,23 мне попалось две монеты. Основное отличие – вот эти прорези на верхнем лепестке. Вот их два. Значит, это у нас темпель 4,22. Всего одна штука. А вот на этих нет прорези. На этих. Они почти гладкие. Теперь гурты. Стоят ли гурты смотреть? Сейчас гурты посмотрим. Браков у этой монеты мало. Санкт-Петербург, 2013 год. Два рубля. Понятно, да? Все, переходим дальше. Следующий у нас на очереди. Московский монетный двор. Два рубля. Близь 2013 года. О, монет, в принципе, много. То есть, это считается относительно большой тираж, я так считаю. Московский монетный двор. К сожалению, монета интереса не представляет. Я выловил из тысячи монет 75 экземпляров. Все, разновидностей нет. Это штемпель 4,3. Один и тот же, что в прошлом году, что в следующем будет. Конечно, есть браки какие-то. Роскол штемпеля можно найти в интернете. Это все, что интересно в этом году. Это реверс у нас. Вот аверс. Нового. Ничего в них нет. Гурты у нас, может, какие-то разновидности. Кого-то интересует. Вот они, гурты Московский монетный двор 2013. Вдруг двухрублевая монета. Так, ну что, все. Ничего тут интересного. Кидайте обратно в оборот. Продолжаем. Еще один скучный год рассматривать. 2014. ММД. Все. В принципе, это считается тираж большой. Штемпель повторяется с прошлых годов. Видите, здесь разные. Грязные, чистые. И хорошего качества. И плохое. Ну, правда, здесь есть почти мешковые с одной стороны. Вот они почти мешковые. А с другой стороны, есть и плохого качества. Вот это все штемпель 4.3. Да, это все штемпель 4.3. Можно не повторяться, я думаю. Мне удалось выловить 83 монеты из 1000. Да, это большой тираж. 83, это, в принципе, много. Все идет большим тиражом. Чик-чик-чик. Все быстро-быстро-быстро. Поэтому вот такие браки. Давайте быстро посмотрим гурт. Браки-повороты я искать не хочу. Я думаю, они есть. Вот наши гурты. Ребята, продолжаем. Такой интересный немножко год. 2015. Московский монетный двор. Так. Это мы отложим. Итак, 2015 год. Москва. Мне удалось выловить 19 штук. В принципе, это мало. Тираж был маленький, я считаю. Встречаемость у этой монеты относительная. Да, то есть, или относительно нечасто, или относительно лет 2. Это не важно абсолютно. Ну, в регионах, конечно, сложнее ее поймать. Вот, хорошего качества, кстати, попалось. Да, вот если так под лучами солнца посмотреть. Минимальное пребывание в обороте. Хорошо, почему так мало монет? Почему такой низкий тираж? Я могу лишь предположить. Во-первых, в 2015 году был год переходный. И изготавливали в 2016 году, в следующем, уже монеты с новым гербом. Да, на Аверсе. Здесь немножко другой орел. То есть, вот здесь как бы переходный год. Это вот здесь другой орел был в 2016 году. Вторая причина. Может быть, она основная. Очень поздно начали чеканить эту монету. Аж она вышла позже всех, этот номинал. И осенью 2015. То есть, год уже заканчивался, сами понимаете. Еще, возможно, причина. То есть, в России был внутренний кризис. На нее повлияли санкции. Мы помним, как доллар подскочил, к примеру, где-то с 36 рублей. Резко до 80, чуть больше. Потом колебался. То есть, был какой-то кризис. В этом году, как ни удивительно, у монетного двора Москвы аж три разновидности в этом году у двух рублей. Три разновидности. Значит, основное. Основное, 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 что бы я хотел сказать. Разновидности по реверсу. У нас одна всего. То есть, нету никаких разновидностей. Вот реверс. Он наден. Это штемпель 4.3. Он повторяется с прошлых годов. И в следующем году будет тоже чеканиться этот штемпель 4.3. У нас основные различия по аверсу. У нас основное отличие – это вот эта монограмма ММД. Она по-разному расположена. Значит, три разновидности существует. Я нашел все. Раз, два, три. Так, первая – это у нас, видно, монета, которая слева поближе ко мне. Это тип А, тип аверса А, вторая – тип реверса В и третья – тип реверса В. Они все разные. Чуть-чуть видно это. Как повернуты, как они развернуты или отодвинуты. Значит, эта информация вся актуальна по количеству найденных разновидностей. Значит, вывожу на экран сейчас все три разновидности. 4.3А, В и В. Сколько я нашел? Я, естественно, тут не так много монет, чтобы их перебрать. Да, 7 штук А. Больше всего это В – 9 штук. И меньше всего В. Всего три монеты штемпеля В. Качество чеканки неплохое попадается. Хорошего прямо. Минимальные следы обращения. Переходим к гуртам. Быстрые гурты-курты. 2015 год. Московский монетный двор. Вот так выглядят гурты. То есть, ничего удивительного, они повторяются. Все? Все. Удачи. Продолжаем. 2016 год. Московский монетный двор. Этих монет было больше всего из всего оборота. И здесь я насчитал 116 экземпляров. 116 – это, в принципе, 11, почти 12% из всего оборота. В этом году для нумизматов сделали такой сюрприз. Что у нас произошло здесь? Здесь изменился герб. Так, появился скипетр держава, появилось много чего. Нюансов. Более другой дизайн, это видно. Ну, как бы с точки зрения искусства, я не знаю, это неплохо. Неплохо сделано. Некоторым, конечно, не очень нравится. Мне нравится, нормально. Реверс тот же. 4,3. Да, что бы я еще добавил. В этом году было много изготовлено мулов. Так называемых мулов, да? То есть, это смешанные. Смешанные какие-то аверс с реверсом других штемпелей, другого металла. Я встречал в интернете. Продаются 2 рубля на биметаллической основе. Я также встречал. Аверс, аверс. 2 рубля. 16-го года реверс, реверс. Много интересных браков попадалось. Просто этот год был очень богат на браке. Так, давайте поищем, наверное, браки поворота. Видно, да? Так, раз. Немножко повернут. Ладно, один откладываем. Таких сильных нет. Гурт 2016 года Носковского монетного двора, товарищи. Прошу любить и жаловать. Да, есть чуть-чуть лысый. Плохо прочеканены, прорезаны. Значит, ребята, что касается других годов. Если вам попался 2 рубля другого года, пожалуйста, в описании под видео есть содержание. Вы найдете то, что вас может заинтересовать. В двух словах по поводу Санкт-Петербургского монетного двора. Были изготовлены штемпели на всякий случай. Был пробный чекан, пробный тираж. То есть, тираж не был утвержден. Все, что я могу сказать. Поэтому в обороте, конечно, искать ее не стоит. Где-то, может быть, купить можно, да, за большие деньги. А так ее нет. Ну что, поговорим еще об одном скучном годе, 2017-м. Московский монетный двор. Вот они. Здесь всего было мной выловлено 72 монеты. Тираж был большой. К моему сожалению, монеты есть хорошего качества, есть реально мешковый сохран. Штемпель здесь всего лишь один. Это с прошлых годов, который идет 4,3. Монеты обычные. Интересно, он нумизматов не представляет. То есть, стандартное описание. Второй год чеканится монета с новым гербом. Да, то есть, герб достаточно красивый. Кстати, и эти же монеты пошли в наборы 2017-го года. Они почти не были в обращении. Да, следы пребывания. В банковском мешке есть, конечно, да. Но так по рукам они мало ходили. Всего-то прошло 2 года. 2, ну, третий год пошел, да. Это все. К сожалению, год скучный. К моему сожалению. Можно покупать только браки. Только браки. Полулысые, полуначеканенные. Да, что-то меня удивляет этот год. 2017. А ну-ка, следующая стопка. Да, плохого качества гурты, кстати. Тут у нас брак по гуртам, я вижу. Еле-еле тут что-то наделали. Гуртильный аппарат подозносился. Я думаю, мы можем продолжить. 2018 год. Московский монетный двор. 2 рубля. Вот они все наши. Скучные монеты. Что тут сказать? Многотиражная монета. Из тысячи монет мне удалось выловить 107 монет. Ух ты, это уже брак, я увидел. Ну-ка, ну-ка. О, скол. Скол нашел. Да, видать, раскалывался штемпельная пара одна. Ну, тут в смысле реверс. Изготовили новые. Короче, монеты со сколом откладываю. Что примечательно было в 2018 году? Ну, чемпионат мира по футболу был. Ну и дальше. В честь двухстолетия годзнака был изготовлен буклет. Да, то есть вот эти двухрублевые монеты, они пошли в буклеты. Ну, неплохо сделаны, правда, ничего-то дорого стоит. Барак-поворот, можно посмотреть по-быстренькому. Что еще? Штемпель здесь один. Он идет с прошлого года. Штемпель 4,3. Повторяется, монета обычная. Вот, обратите внимание, плохого качества. Это идет вот такие вот... Ну, они немножко кажутся брызгами, но это... Перед чеканкой монета была разогретая сильно. Давайте гурты посмотрим. Гурты 2018 года Московского монетного двора. Да, что-то мне не нравится гуртильный аппарат, как себя ведет. Тут даже обсуждать нечего. Как только вы видите 2018 года монету, кидайте ее в оборот. Она не представляет интереса. Переходим к последнему 2019 году. Так, интересно. Вот он. 2019 год. Московский монетный двор. Мне удалось выловить здесь 83 монеты из 1000. В принципе, это нормально. Значит, эти монеты появились у нас в обороте, в обращении, аж только осенью. И сразу было выявлено где-то две разновидности. Вот есть хорошая. Вот более-менее мешковый сохран. А вот посмотрим сейчас. Вот под лучами солнца 2019 год. Вот она так выглядит. Надо поближе. Что у нас с Аверсом? С Аверсом. Вот он Аверс у нас. Так, ну это видно, что это штемпель А. То есть разновидность штемпеля 4, 3, А. Так, гурты, гурты. Надо посмотреть на все гурты. Вот они, гурты наши. Поближе смотрим. Да, разного качества. Но более-менее прочеканенные гурты в 2019 году. Наверное, как я говорил чуть-чуть раньше, есть 4 разновидности. Известно. Сначала нашли две, потом еще две. Основная из них это штемпель А. То есть это монограмма монетного двора должна быть приспущена. Вот она, ММД. Все остальные с небольшими отклонениями. Там, где монограмма приподнятая. В перспективе они будут редкими. Вот мое оружие нумизмата. Вот оно так выглядит. Сейчас я буду определять. Видите, видно, да? Сейчас я буду определять. Разновидности, потому что слишком мелкие детали. Фотография. Подносим. Хотя бы одну подносим. Увидели, да? Увеличиваем. Приспущена монограмма. Это штемпель А. Думаю, вопросов не возникает. Хочу найти редкий штемпель B или V. Все говно, короче. Все приспущено. Потому что вот так вот, с лупой, с лупой у меня ничего не получится. Вообще еле видно. Лучше большой экран вместе со смартфоном работать. Одеваем перчатки, чтобы не оставить отпечатки. Подонки. Не дают нумизмату заработать. Так. Ну и последнее, последнее, ребята, друзья, товарищи. И раз, два. Нет. И тут нет. Но статистика сырая. Сырая еще. Мне ни одно не попалось. Другого штемпеля, короче говоря. Это все штемпель А. Скорее всего, в Москве, именно в регионе Москва, оборот этих монет только пока штемпеля А. Остальные могли развести по регионам. Сейчас я все данные заведу в таблицу. И мы посмотрим, проанализируем. И сделаем анализ за последние три года. Еще минуту вашего внимания. Вот она, общая таблица. Сперва мы, конечно, рассмотрим таблицу слева. Это результаты за два года. Красным здесь выделены те года, которые, в принципе, уже не встречаются. То есть, на которые стоит обратить внимание. Вторая таблица – это встречаемость монет двухрублевых по возрастанию в 2019 году. То есть, здесь сразу видно, каких монет вообще нет. То есть, если встретить в обороте эти монеты, можно откладывать, слабировать, хранить и так далее. И вторая часть моих изысканий – это сопоставление с ценой в каталоге «Конрос». Когда вот такая простая математика нам помогает подсказать, насколько адекватно сформирована цена. Здесь сразу можно увидеть, с чем можно не согласиться. Ну вот, например, 2006 год, Санкт-Петербург. Было четыре монеты, стала одна. Всего выловлено мной, и то в плохом состоянии. И всего 15 рублей стоит цена в каталоге. Это мало, то есть, с этой ценой я не согласен. Следующий спорный момент. Да, вот, 2013 год, Санкт-Петербург. То есть, встречаемость 2-3 монеты на один мешок, на тысячу. Всего 5 рублей. Этого точно быть не может. Если мы рядом возьмем год, 2013, Московский монетный двор, 75 монет на тысячу. И тоже 5 рублей. Либо первая слишком дешево стоит, либо вторая слишком дорого. То есть, цена немножко нереальная, сразу видно. Ладно, весь дальнейший анализ на ваше усмотрение. Я с вами прощаюсь. Поддержите это видео лайком.